Утро на телеканале Россия продолжает вести Чувашия в студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда 11 августа. Отметку о заключении брака в паспорт будете ставить? Этот вопрос, адресованный молодоженам, все чаще звучит в стенах ЗАГСа. Теперь, согласно новым нормам, штампы как о женизбе, так и о разводе будут проставлены по желанию супругов. Пока единственный отказа от отметки о браке зафиксирован в Канаше. Кстати, в Чувашии жениться стали чаще. По данным Госкомитета по делам юстиции, за 7 месяцев количество браков выросло. С февраля свой союз официально зарегистрировали 2995 пар. И это на 753 больше, чем за 7 месяцев прошлого года. В региональном Госкомитете по делам юстиции даже озвучили районы-лидеры по количеству заключенных браков. Тройку возглавили Чебоксарский, Батыревский и Цивильский. Там клятвы верности за 7 месяцев в среднем произнесли 108 пар молодоженов. Но перегнать Чебоксары эти муниципалитеты не смогли. В отделе ЗАГС столичной администрации за аналогичный период свои отношения официально оформили 539 пар. В Чебоксарах стартовал новый сезон федеральной программы по поддержке женского бизнеса под названием «Мама-предприниматель». Главный приз – 100 тысяч рублей на развитие собственного дела. Программа объединила 35 матерей, мечтающих открыть свой бизнес. Причем большинство участниц – многодетные мамы. В рамках обучения конкурсантки пройдут весь путь молодого предпринимателя. Изучат основы ведения бизнеса, узнают, как сочетать заботу о семье с самореализацией и познакомятся с успешными женщинами региона. А уже в финале проекты участницы смогут презентовать свой бизнес-план. Господдержка некоммерческих организаций Чуваши увеличилась в два раза. На это повлияло соцфинансирование оригинального конкурса со стороны крупнейшего федерального гранта-оператора. Так, через фонд президентских грантов безвозмездную субсидию получили 22 проекта НКО. Наиболее востребованные направления проектов в области науки – образования, просвещения и охраны здоровья. Всего на конкурс поступило 48 заявок. Однако одобрено было меньше половины – 22. на общую сумму более 18 миллионов рублей. Кстати, в этом году предельный размер гранта для некоммерческих организаций на реализацию одного проекта был увеличен – с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. А между тем в Чуваши уже десятый месяц подряд снижается уровень регистрируемой безработицы. Число безработных неуклонно снижается. К примеру, за первые полгода количество нетрудоустроенных превышало 15 тысяч человек. Сейчас же этот показатель снижен чуть ли не в два с половиной раза. Тех, кто не имеет работу, в республике насчитывается чуть более 6,5 тысяч. Причем вакантные места есть. Работодателям региона требуется более 17 тысяч работников, сообщают в региональном Минтруда. Уже сегодня отправиться в познавательное путешествие по исторической части Чебоксар можно совершенно бесплатно. В преддверии дня города музейно-исторический центр столицы республики приглашает всех желающих на пешие экскурсии. Они будут проходить с 11 по 15 августа. Маршрут полуторачасовой прогулки охватывает четыре точки города. Пограничен сторожевой корабль Чебоксары, речной порт, Красная площадь, Московская набережная. Экскурсии будут проводиться три раза в день. Правда, количество участников ограничено. Не более 20-25 желающих. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова